Мир всем, кто смотрит это видео, с вами крестьянин Устинов Алексей. Сегодня мы расскажем о козах, поделимся небольшим опытом, я расскажу. Вот у меня две козы, значит, как я им кормушки сделал. Кормушки делал, ну сам подумал, что это будет хорошо, и в кладочной сетке, вот, в кладочной сетке, ну, здесь не видно, она в сене, значит, там, выпиливал пространство, вот. Ну, в итоге, кладочная сетка, она имеет сварку, вот, этих прожилин, вот, и эта сварка отваливается, вот, поэтому это плохой опыт, в общем, не очень хорошо делать из нее. Наверное, самый лучший способ, это из дерева делать. И поскольку козы, вот, как я уже заметил, они любят больше тянуться кверху, наверное, и кормушки надо делать выше, вот. Бараны, наоборот, они в землю, как бы, упираются и там что-то едят. Вот, а козы нет, козы, они тянутся выше, поэтому им надо повыше делать. Вот, сделаем поилки, вот, это вообще хорошо, то есть ты сам воду там не таскаешь, им не поешь. Вот, вода текет самотеком. Все, они уже привыкли, когда ей надо, сама возьмет, попьет. Вот, это у нас уже окатилось, и другая должна скоро от ее козлята. Три штуки. Вот, скоро будем их кормить. Это у нас маечка. Маечка. Занинская порода, вот у нее весельки такие, скоро она родить должна. Вот в этом варианте, конечно, тут кормушка маленькая, ну, просто из-за места так, но вкладочную сетку здесь она менее подвержена каким-то изменениям, то есть тут они сильно ее не ломают. Как бы нормально она. А там даже приходилось, ну, в общем, подделывать, там уже деревяшки, я, наверное, ее вообще переделать буду. Вот, а тут поросята, ну, это так, заодно. В принципе, тут показывать нечего, но обшивка деревянная, кормушка здесь бетон, то есть как, где они оправляются. И все, на окошке сделал подоконник побольше, ну, думал, чтобы если вдруг она вставать будет, ну, слава богу, она не встает ничего. Это вот у меня крючок один. Это, кстати, был маленький, в общем, 14-й поросенок, нам его отдали, очень маленького. Мы его с чашечки выкармливали, вот, и в итоге вот такой он уже вырос, у нас большой. Абрил у нас где-то ездит в группе на фотках, бегает. Вот, и тут у нас еще козочки. Тут у нас, я потом покажу в небольшое видео, как я козу даю. Вот этот станок доильный, я первый раз увидел его у Джастаса. Это вот в интернете есть такой веселый молочник. Вот, ну, там у него своеобразный, вот, и я примерно сам взялся, рубил что-то, принцип тоже, сюда шея, то есть закрыли, тут кормушка насыпал, очень хорошо. Сидишь, доешь, то есть коза стоит спокойно. Вот, можно посмотреть, как я сделал уже, это у нас молодые козлушки, ребятишки тех коз, вот, уже годовалые. Вот, просто из дерева, вот самое то, то есть простые прожилины, там какие-то в это, ну, иногда, конечно, они тут сорят, ну, постарался сделать так, чтобы меньше сорили, там, подбирая. Ну и все, потом покажем, как, как очень удобно доить на таком станке козу, что я сначала мучился, просто, там, ее держишь, она куда-то рвется. Вот, а здесь очень хорошо. Ладно, до встречи в следующем видео. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok